Здравствуйте, это программа «Правда» на общественном телевидении России. Меня зовут Николай Матвеев. Меня зовут Анастасия Урнова. Сегодня у нас в гостях человек, с которым можно говорить на любые темы. Собственно, в прошлый раз мы на любые темы говорили, условно заглавили программу «Всё обо всём». Итак, гость программы сегодня Михаил Веллер, писатель и философ. Михаил Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Теперь буду пытаться оправдать ваши слова. Я, кстати, в отличие от прошлой программы, значительно купировал представление. А в прошлый раз она звучала так. Писатель, философ, мыслитель, публицист, журналист, автор и ведущий программ. Комсомолец, красавец, спортсмен. И современный классик. Да, и современный классик. Предлагаю сегодня сузить тему нашего обсуждения. Но я бы не сказал, что она узкая, вообще сложная тема, разобраться с ней невозможно. Вот я хотел бы сегодня, мы хотели бы сегодня с вами поговорить о демократии. Хейл Иванович, вот вы демократ. Что вы вообще вкладываете? Эти темы напоминают обувь под названием «испанский сапог». Да. Вы имеете в виду я демократ по убеждениям или по партийной принадлежности. По убеждениям, в первую очередь. Вы знаете... А что вы вкладываете в это понятие? Вы, как красивая молодая женщина, понимаете, что нет такой диеты, которая будет идеальна для всех женщин в любом возрасте, при разных физических занятиях и при разной степени упитанности. Диет на свете много, и каждая диета предназначена для определенного образа жизни и для достижения какой-то цели. С политическим устройством точно то же самое. И об этом очень толково сказал еще Аристотель, которого все средневековье называли просто «учитель с большой буквы» во всех философских, теософских, богословских трактатах. То есть, если мы вернемся в наше время, каждой ситуации, каждому строю, каждому народу подобает своя форма правления. А именно, представьте себе, что люди, ну толпа такая, человек 20-30 друзей, они поехали в лес с утра, чтобы провести там целый день, выпить, закусить, погулять, грибы пособирать. И вдруг нашелся какой-то урод, массовик за денег, который пытается их построить, заставить петь хором, играть в волейбол, когда кто-то хочет спать. Убьют и правильно сделают. Это значит вариант. Вот здесь они хотят демократию, переходящую скорее в анархию. Потому что нет никакой надобности организовываться. Люди хотят кто как может. Теперь представьте себе, что тонет корабль. И на корабле начинается паника. И мужчины сносят женщин и детей, пытаясь занять места в шлюпках. Это обычная при многих кораблекрушениях ситуация. Таких случаев описаны многие сотни и тысячи кораблей тонут. И вот здесь капитан, который является по всем морским уставам на борту, царем и богом. И во все времена на пассажирских и грузовых судах, где оружие не полагалось, единственный ствол у капитана в сейфе. Если капитан пристреливает двух паникеров вот здесь на месте и заявляет, что убьет каждого, кто сунется вперед без спросу, и вперед проходят женщины и дети, и он отвечает только перед богом, он будет абсолютно прав. Он устанавливает жесточайшую диктатуру, иначе будет гораздо больше жертв и всего гораздо хуже. Вот это относится и к демократии. Когда в мире и в стране все в порядке, то, конечно, демократический строй самый лучший для правления. Чтобы было выслушано мнение каждого, чтобы у каждого была максимальная степень, максимальный круг политических, экономических и прочих свобод. Когда, предположим, в истории вещь обычнейшая, начинается война, здесь демократия кончается. Вот здесь как раз правление авторитарное, деспотическое может сделать гораздо больше. Всем делать так, как приказала ставка Верховного Главнокомандования. Никакого голосования, никакого обсуждения приказов, никакой отсебятины. Есть приказ альтернатива расстрела перед строем. Но современная Россия на каком этапе? К сожалению, в войнах обычно так. Теперь переходим к современной России. В современных развитых странах так называемой прямой демократии нету, как мы все знаем. Не могут собраться 3000 человек на большой поляне под священным дубом, а хоть бы, понимаете, на горе. Что уж говорить просто 40 миллионов. Совершенно верно. То есть демократия получается косвенно поступенчатая. Мы доверяем такому-то, а потом они и так далее. В результате реальной демократии нет. В результате возникает интересно устроенное государство. Когда внизу 90% населения хотят одно, а государство, которое, казалось бы, легитимно, казалось бы, они там сами на выборах за них голосовали, а государство делает совершенно другое. Тогда мы имеем что? Расподобление формы и содержания. Формально это демократия, а по содержанию это авторитарное правление небольшой верхушки. Вот это то, что мы имеем в России сейчас. Михаил Иванович, а вот если говорить о демократии, вот в нашем случае это что-то видоизмененное от того, что в классической форме, там еще с Древней Греции, идущей, понимающейся под демократией? Или все-таки это да, это стремление к классической западной демократии, просто мы еще находимся где-то на промежуточном этапе? Во-первых, следует сказать, что там, где возникла политология, в тех же древних Афинах, совсем не все имели право голоса. Право голоса имели только граждане, иногородние, имигранты, и метеки, так сказать, к ним не относились. Второе, только мужчины. Третье, только мужчины, прошедшие определенный имущественный ценз. То есть, у тебя свое хозяйство, у тебя свой источник доходов, ты платишь налоги в общественную казну на строительство стен, на строительство дорог, на содержание городской стражи, вот ты, гражданин, член государства, и ты голосуешь. Так было какое-то время, ну, мы опускаем сейчас римские рабовладельческие строя, смену римской республики, римской монархии, опускаем все средневековье, и вот 19-й век, борьба за права. По праву голоса для женщин, право голоса всеобщее, для неимущих, и прочее, прочее. В результате люди, которые живут нахлебниками, государственными паразитами, голосуют за тех, кто обещает, что будет продолжать их кормить. Это беда нынешнего западного цивилизованного мира. Первый момент. Второй момент. На рубеже 19-го, 20-го веков было общим местом, всем было известно, то, что лучше всего сформулировал Густав Лебон в своей знаменитой книге «Психология массы». Иногда переводится «Психология толпы», иногда переводится «Психология толпы», неважно. Он сказал, что государственное устройство страны проистекает из ментальности, традиций, привычек, истории народа. И отражение вот этой исторической, ментальной сущности народа и есть государственный строй. Из этого впрямую следует, что народам с разной ментальностью и разными традициями одна и та же форма правления категорически не подходит. Скажем, это то, чего не могут понять американцы со своей святой идеей американской исключительности, что демократия лучше всего на свете, посмотрите, как у нас. Потому что, если вы в африканском даже не государстве, а неком конгломерате племен и племенных союзов введете демократию, там настанет нищета, кровавая анархия, право сильного, голод, и все закричат в гуманитарную атаку. То есть, собственно, ничего не изменится. Изменится только к худшему. Вот какая история. Это то, что сейчас в Африке происходит, в государствах, которые, так сказать, освободились от колониального ига. Сейчас, я закончу. Россия формировалась не так, как Западная Европа. Пришли норманы на земли, где жили как финно-угры, так и славяне. Затем они ассимилировали, но структура государственная осталась. Пришли монголы и внесли иное государственное устройство. Провели первые переписи населения, ввели законы Чингизовой ЕСы и так далее. Потом рассыпались. И Иван IV стал восстанавливать Золотую Орду, которая рассыпалась. Взял Астрахань, взял Казань, пытался штурмовать Крым. Занял всю сначала Западную Сибирь, потом стал смотреть на Восточную. У нас все складывалось немножко иначе. И впрямую переносить западную модель демократии, которая до поры до времени прекрасно подходила Западу. Нам нельзя, у нас не получится. Потому что взяли, перенесли. И что? И мгновенно стали разворовывать страну. Значит ли это, что нам нужны какие-то особенные демократические институты? Или оно нам вообще не подходит? У нас же есть такие регионы, как Северный Кавказ, например, где строй и устои достаточно сильно отличаются от центральных регионов. Может ли там установиться демократические институты? Нет, в архаичном обществе, как это сейчас называется, демократические институты доминировать, разумеется, не могут. Есть традиция, есть уважение к старшим, есть право главной группировки, называясь она хоть тейп, хоть как-то еще. Здесь это совершенно не подойдет. Нам необходим ряд законов, которых в современных западных демократических государствах нет. А именно, если кто-то пытается воздействовать на суд, а судебный ветвь власти должна быть независима. Это расценивается как тягчайшее государственное преступление, как попытка узурпации государственной власти и попытка подмены пользы народа, пользы своей, и начиная от 10 лет строгого режима с конфискацией. Это государственное преступление. Когда ущемляется свобода прессы, это государственное преступление, потому что пресса говорит «Ребят, а вот этот пацан вас обокрал. Вот у него дворец за 150 лимонов в зелени, вот там, в Ницце. А отчитаться он может за 200 тысяч деревянных в месяц. Где его место? Если на прессу давят так, что кого-то вообще взорвали, а кому-то заткнули рот, 10 лет строгого режима с конфискацией. Потому что это те самые общественные саниторы, которые обеспечивают прозрачность власти, чтобы власть была для народа именем народа, а вовсе не наоборот, чтобы власть превращала в холопов тех, кто её кормит. Вот понимаете, какая история. Как ввести такие законы? Ввести-то можно. Главное, как обеспечить их соблюдение. Вы знаете, что касается фольклорного образа Ивана Дурака, не надо говорить, что это исконно русский образ, который отражает всю духу, потому что простофиля Ганс в германском фольклоре от Ивана Дурака, в общем, ему не сильно отличается. Примерно то же самое. И не надо приписывать России какие-то небывалые черты типов «Вот у нас свойственна зависть к богатым». Это немецкая пословица. Нет радости чище, чем смотреть, как горит дом соседа. И так что мы такие же люди, как все. Но вот история складывалась немного иначе. А когда, я говорю, стали с 1991-1992 года вводить эту демократическую модель, причем под сурдинку люди, которые заранее подсуетились, стали приватизировать страну, стали разграблять все то добро, которое строили всем народом, то из этого, разумеется, ничего не получилось и получиться не могло. Так что приходить, конечно, надо к демократии, но всегда, ну, вы читаете все политику Аристотеля, всегда одна смена правления, одна структура государства-устройства сменяется другой. И демократия, аристократия, охлократия, монархия, постепенно достигая совершенства, а затем, изживая себя и дегенерируя, сменяются одна другой. Мы не можем вести завтра демократию, такой опыт в 92-м году уже ставился. Нам нужно идти к демократии через период жесткого правления, но за этим жестким правлением надо бы на жестко следить. Если сказано, допустим, что три года человек находится у власти, небо может упасть на землю, весь народ может встать на колени и зарыдать, куда ты, царь-батюшка? С 12-м ударом часов он уходит, в противном случае он объявляется вне закона, его может пристрелить любой. Но кто же это обеспечит, если народ рыдает и говорит, не уходи, царь-батюшка? Вы знаете, в римской поговорке, мир может погибнуть, но закон должен быть соблюден, есть в целом ряде ситуаций своя правда. До тех пор, пока не поймут, что иначе нельзя, будем рассуждать о том, почему у нас нет демократии. Потому и нет, что своя рубашка ближе к телу, и это не считается пороком. Я прошу прощения, но ладно, народ здесь не самое, скажем так, сложное для понимания, но привели мы к власти человека на три года, и некий такой гардбланш от народа получен. Ты, мол, будь жестоким, если хочешь. Так он же закалится в жестокости за три года, и за это время может видоизменить институты, которые должны потом соблюсти, так скажем, смену власти на самой верхушке, и просто взять и ввести опрещенную. Юристы и политологи должны быть людьми в своей области, конечно же, образованными, что с любыми людьми встречается не всегда. Нужно немного представлять себе, чем была диктатура в римском, конституционном, хотя слова конституции на тот момент не было, и понимание, когда человеку вручаются определенные полномочия в определенных пределах, на определенное время. Но для того, чтобы совершить эти шаги, необходимо нарушить законы. Методом соблюдения законов не получается. И вот на полгода или на год ставят диктатора с задачей. При этом остаются органы, которые за ним следят. Остается судебная власть. Остаются все на свете. Все-таки жестокость контролируем. И остается возможность, если он начнет выходить за пределы, его остановить. Ему власть вручена не для того, чтобы он узурпировал ее навсегда. Это тонкий момент, это тонкий. Здесь нужно хорошо подумать, хорошо организовать все механизмы противовесов, чтобы не закусил у дела. Михаил Владимирович, разрешите, я вмешаюсь. Я, честно говоря, очень люблю статистику. И то, что вы говорите, это, в общем-то, хорошо работающие демократические институты. Вот просто в ЦОМ некоторое время назад проводил соцопрос. Спрашивали, что самое важное для России. 71% опрошенных говорят, что самое главное, это достижение порядка. И для этого даже можно согласиться с тем, чтобы нарушить некоторые демократические принципы. Вот вопрос мой, естественно, очень логичный. Как, если у нас две трети населения согласны с тем, чтобы какие-то законы можно и не соблюдать ради достижения порядка, во-первых, выстраивать демократические институты, а во-вторых, какой может быть порядок при несоблюдении законов? Самый простой пример, чтобы было понятно. Ну, кроме того, что народ в течение многих веков считал, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот, что никак не влияло ни на чертежи и Коперника, ни на уравнение Кеплера. Посмотрите, что делается с наркоманией в России. Россия потребляет около четверти мирового героина. Но, тем не менее, граница с бывшей Советской Средней Азией остаётся открытой. Кому это выгодно? Это выгодно девелоперам, которые используют дешёвую, бесправную рабсилу, которые приезжают. Это выгодно наркоторговцам, которые получают этот колоссальный поток наркотиков. Россия теряет в год. В год в России умирает. По разным подсчётам. Вот нижние планки официальных структур, там, борьба с незаконным оборудованием наркотиков, они называют цифру от 40 до 60 тысяч. Свободные исследователи от 80 до 120 тысяч. То есть, если мы возьмём среднюю, где-то 70-75 тысяч в год, почти все это в возрасте от 16 до 29 лет 90% мужчины. Мы теряем в год 75 тысяч трупов в гробах. Представьте себе, пожалуйста, вот это поле, заставленное гробами. Но, если вы хотите арестовать наркоторговца, у которого много денег и купленные друзья, купленные друзья в суде, купленные друзья в следственных органах, разрушается дело посредством денег и угроз, дело разрушается. И по закону сплошь и рядом его посадить невозможно. Что сделал тот самый Дутерто Эдвард, как имя Родриго Дутерто, президент Филиппин. Потому что на Филиппинах примерно такая же обстановка с наркоманией. Отстреливайте на наркоторговцев, я отвечаю, еще медаль будут давать. Вот вы встретите, вы знаете, что наркоторговец, убиваете, ничего не будет. Вся ответственность на мне, кровь на мне. Значит, товарищи наркоторговцы, кто не хочет быть пристреленным на улице, дома, где угодно, идите сдавайтесь в полицию. Несколько месяцев. 6 тысяч трупов, 63 тысячи прибежали в полицию сдаваться. Неохота трупами делаться. Что кричит ООН? Это фашистские методы. Это нарушение всех законов. Это недопустимо. Это нарушение прав человека. Что он делает? А Филиппины теряли 100 тысяч человек в год. То есть, пусть сдохнут 100 тысяч человек в год, но мы же не виноваты, но мы же стараемся, но мы же в правовом поле, но мы еще пока не можем, но мы работаем в этом направлении, мы выделили еще средства, мы создали еще две комиссии, у нас судебные заседания, да, пока еще мы не достигли совершенства. То есть, все это наглые, пустые слова, которые сводятся к тому, что, да, делать мы ничего не будем, и не можем, и не хотим, и считаем, что нельзя, но не позволим нарушать букву закона, а на дух закона нам наплевать. Вот это и имеется в виду, когда говорится, что по закону наркоторговцев, нарколык, посадить нельзя, встретил, пристрелил. А вдруг это не наркоторговец? Если человек продает наркотики, то это знает масса народу, и у нас была масса случаев, когда люди говорили участковому, патрулю, что вот у нас, в такой-то квартире, на площадке продают наркотики, но заявление потом пришлите, мы зайдем, и ничего не смотрят. Или купленные, или еще что-нибудь. Потому что, если вы хотите сказать, что возможно ошибка, возможно, возможно, всегда возможно, а не хотите, получайте 100 тысяч трупов в год. Вот и все, ваш выбор. Вообще, это повторение времен доносов, когда мой сосед, наркоман или проститутка. Одна секундочка, вот вы делаете выбор, 100 тысяч трупов ежегодно, или 6 тысяч убитых наркоторговцев, среди которых могут оказаться 100 человек, не наркоторговцев, а несчастных наркоманов. Ради бога. Я правильно понимаю, что вы считаете сейчас быстрое решение? А где мы остановимся? Подождите, сейчас мы пошли откровенно и переступили закон, пожертвовав, принеся на алтарь души вот этих 100 невинноубиенных. А где гарантия, что мы остановимся в этом русском, бессмысленном и беспощадном, если он начнется? А где гарантия, что завтра вы не будете пропагандировать любой закон, когда будет приказано переписывать всех гомосексуалистов и отправлять их в газовую печь? Писать доносы на тех, кто недоволен правительством? Писать доносы на тех, кто, допустим, держит дома сусликов, потому что вышел закон, что сусликов держать запрещено. Это абсолютно сталинские доносы, которые тоже были с благими целями написаны. К чему это привело? Нет, путать не надо. Потому что построение социализма по-сталински и подготовка фундамента к проведению мировой революции по-сталински имеет очень мало общего с борьбой с наркоманами на Филиппинах. Это несколько разных вещей. Повторяю, вы готовы на все. Только будете от ответа. Вот 100 тысяч в год. Миллион за 10 лет. Но мы переносим это на российские реалии. Одна секундочка. И вот это гипотетическое, заметьте, сотня невинных жертв, которые, допустим, может быть, выбираете. Если вы скажете, пусть сдохнет миллион, зато мы соблюдем закон, воля ваша. Но понимаете меру вашей ответственности и вашего фарисейства. Но по сути мы взвешиваем одну душу невинного человека против какого-то количества реально виновных людей, при этом имея в истории... Я вас не понимаю. Я могу повторить в сотый раз. Вот вам 100 тысяч в год и вот вам 100 человек среди наркоторговцев. Вот вам соотношение. Ваш выбор. Все остальные слова. Николай Иванович, а закрывая эту тему, мы системно проблему решим, убив 6 тысяч и 100 тысяч спася, да? Мы системно эту проблему решим, потому что сменится руководитель Филиппин, придет новый, который не захочет бороться такими методами. Глупости это все потому, что в тех странах, где захоронение наркотиков и торговлю наркотиков, статья прописана смертная казнь, в тех странах нет наркоторговли и нет наркомании. И когда в очередной раз лыжицы от юриспруденции, которым мозги промыты европейскими леваками, а европейские леваки – это своя история, люди, которые работают на уничтожение своей цивилизации, что тяжесть наказания не имеет значения, а главное его неотвратимость – это плюньте им в глаза, ибо это наглая ложь. Потому что как только маячат за тяжелые преступления смертная казнь, падает эта преступность в разы и на порядки. Это показала вся предшествующая история, это ясно пьяный мух. А чем это отличается от средневековой охоты на ведьм? По сути дела. Тем, что ведьм не существует. Да, но сколько людей убили, как ведьм? Так. Которые якобы приносили вред социуму. Но ведь это же можно, просто мы вешаем разные флаги, но смысл-то один. Дорогая, вы понимаете разницу между ведьмой, которой не существует, и наркоторговцами, которые существуют и убивают людей? Знаете, я не вижу разницы между невинно убитыми, потому что кого-то убили из-за подозрений, из-за навета, из-за зависти. Кол на голове тиши. Вот вам 100 тысяч невинно убитых. 100 тысяч. И вот вам 100 невинно убитых. И от вас зависит, сколько будет убито. От вас лично будет убито 100 или 100 тысяч. Все, что вы скажете... Почему вы так уверены, что будет только 100 невинно убитых? Их ведь может быть и миллион. Нет, нет, миллиона не будет. Перестаньте. Ну, то есть я правильно понимаю, что... Это ваши пустые доказательства. Николай, я хочу... Я хочу... Если до сих пор на 6 тысяч покойников 63 тысячи прибежавших в полицию, дураков быть пристрелянными нема. Ну, то есть я правильно понимаю, что ваше решение на большое количество социальных сложностей, это, ну, исходя из нашего разговора... Нет, неправильно. Категорически. Ну, дайте я сформулирую сначала. Я уже знаю, что вы хотите сказать. Нет, я не знаете. Знаю. Вы хотите спросить. Вы считаете, что все сложные вопросы можно решить простыми методами? Нет. Нет. Извините, я молчу и слушаю. Да. Все ли эти вопросы решаются ужесточением законодательства, ужесточением ответственности и размытием рамок... Вы правы, шутите. Вот существует масса, сотни тысяч и десятки тысяч вопросов и проблем. И в каждом конкретном случае нужно рассматривать, как их решать. Ну, пока мы с вами говорили про суд, про свободу с ней. Одна секундочка. И никто не предлагал все вопросы решать исключительно жестокостью. Это несерьезно. Ну, просто пока мы с вами обсудили, смотрите, суд, свободу СМИ, обсудили наркоманию. По сути, вы предлагаете это? Одна секундочка. Извините, если перезоргиваю. Нет, нет. Значит, убийство или покушение на убийство многих невинных людей, не спровоцированное, без повода, с корыстным умыслом, с заранее обдуманным намерением, должно строго коротиться. Когда речь идет об узурпации власти, когда речь идет о казнокрастве в особо крупных размерах, когда речь идет о том, что многие миллионы людей погибают от отсутствия необходимой медицинской помощи в России, потому что нет денег на медикаменты, на стационары, на аппаратуру, потому что более половины, это скромная цифра, всех продающихся российского производства медикаментов фальсифицированы, и принимать их нельзя, готов ответить в суде за свои слова. Вот люди, которые изготавливают фальсифицированные лекарства, должны быть повешены, потому что эти люди убийцы, намеренные убийцы, ради своей прибыли они убивают людей, своих сограждан. Вот в таких случаях необходимы жестокие меры. Когда мы говорим о том, что плохо учат или ударит ребенка учительницы, несчастные, затурканные тетки, перегруженные сверх меры, работающие сплошь и рядом, за гроши черти в каких условиях, то нужно же людям помогать же работать, давать же им человеческие условия. И вот именно таким подходом решается большая часть проблем. И каждому случаю, повторяю, нужно подходить индивидуально. Да, ну такое прям... Ну, давайте вернемся все-таки к демократии. Ну, вот слова Суркова вам про суверенную демократию, скажем так, демократию по-русски, они вам близки, что мы можем то, что происходит в России и то, что будет происходить, называть демократией, но это точно должно отличаться от тех классических форм, канонических, скажем, которые сейчас происходят на Западе. Во-первых, этим словам лет так, наверное, 12. Где-то так. Во-вторых, Владислав Юрьевич, блестящий политтехнолог, прекрасный стилист. В-третьих, язык дан политику совсем не для того, чтобы говорить правду, а для того, чтобы успешнее проводить свои действия. Для того, чтобы люди их не отторгали, а может быть, наоборот, велись и помогали. К словам о суверенной демократии я никогда не относился всерьез. Суверенная демократия означает, папа на Красном Холме в Большом Вигваме сам знает, что надо делать. Вот это и есть суверенная демократия. Вы на выборы ходите, ходите, значит, демократия. А то, что она не такая, как на Западе, а у них там какая-то не такая, у нас суверенная. Народ суверен, президент суверен, все мы суверенны, и демократия суверенная. К этому нельзя относиться всерьез. Я сегодня только писал, как раз в книжке, над которой сейчас, как в первом классе, иду я по центральной улице Лозо-Борзинской, города Борзя, и вижу плакат на стенке Дома офицеров советской армии. В первом классе, читаю мне, советская избирательная система, самая демократическая в мире. Я это запоминаю на всю жизнь, не понимая, какая система, какая избирательная, какая демократичная, написана ложь стопроцентная. То есть написана наглая, совершенно лживая пропаганда для загаживания мозгов. А люди умственно невинные это воспринимают, этому верят. Мы с вами уже вышли из умственно невинного возраста и можем не вестись на всю эту фигню для нас. Ну, я возвращаюсь, опять же, к предыдущей теме. Получается, с примером-то филиппинским тоже суверен все решение принял. Без спроса народа, даже условного намека на референдум не было. А вы-то как хотите с этой наркоманией бороться? Насколько мне известно, он действительно не проводил на эту тему референдума. И насколько мне известно, народ одобрил это решение горячо и целиком. Кроме, разумеется, наркоторговцев. Уж это само собой. То есть, понимаете, такие вещи, они рождают колоссальную поддержку в народе. Это вовсе не то, знаете ли, что давайте мы будем платить полпроцента за то, что по кредитной карте, за банковской карте снимаем свои собственные деньги. Или давайте мы накопительную часть пенсии отдадим куда-нибудь дяде. Или еще что-нибудь. Вот это народ не одобряет. Его никто не спрашивает. Дальнобоем вводят систему Платон. Их никто не спрашивает. И таких случаев масса. Но если они это называют суверенной демократией, тогда, конечно, я не знаю. От уничтожения наркоманов, то есть, наркоторговцев, выигрывает весь народ, кроме наркоторговцев. А от ограбления народа выигрывают только грабители. Это разные подходы. Ну, а если все-таки возвращаться к демократии, к тем условиям, которые должны сформироваться для того, чтобы она была. Все-таки демократия невозможна без активного, деятельного, вовлеченного общества или гражданского общества, которое представляет интерес такого общества. Вот у нас такое есть почва? Почва у нас есть. Она не растет что-нибудь? Я абсолютно согласен с вами, что для демократии необходимо гражданское общество. Именно поэтому гражданское общество у нас старательно вытаптывается. И мозги у людей промыты настолько, что люди, которые полагают, что они свободомыслящие и либеральные, помогают это вытаптывать. Гражданское общество и демократия, и демократическое государство означает, когда король солнца Луи XIV говорит, государство – это я, то любой с улицы говорит, вы ошибаетесь, ваше величество, государство – это я. Когда любой человек, кем бы он ни работал, кем бы он ни был, имеет право сказать, я отвечаю за все. Это мое государство, это я. Если я хочу поднять государственный флаг, то никакой урод из Госдумы не заявит, что это запрещено. Кстати, знаете, вот в русском фольклоре в традиции репутация Госдумы, проходной персонаж, думный диак, пустая голова, герой многих сказок. Вот что такое гражданское общество. И когда, ребята, из общества синие ведерки, и все это движение стоп-хам, говорили, что нельзя парковаться, где ни попадя. И вот они подходят к кому-то заслуженному человеку, я знаю, известному актеру, директору театра, и он говорит, а кто вас уполномочил? Вот он вытаптывает гражданское общество. Вы не представляете закон. Представляют. Они страну представляют. Вот они, это гражданское общество, а их затаптывают. Потому что, если кто-то нарушает закон, мешая людям конкретно, то не просто возможность, долг каждого гражданина подойти и сказать, а ты, скотина, ввали отсюда, потому что ты нарушаешь закон. Ну, пойдем дальше. Сто лет февраля отметили. В целом, такое революционное столетие, и не назовем их празднество, да, но все-таки отмечание, оно продолжится. Празднество, точно. И один, не будем называть имен, один из руководителей одного из регионов страны предложил в России расширить полномочия президента. Это он поправился. А, в принципе, он говорил о смене, как я понял, строя, с одного на другой. Он предложил... Молодой человек, кто вас сегодня ночью напугал? Почему вы боитесь произнести фамилию Аксенов и слово Крым, который теперь наш? Не хочу делать лишнего пиара человеку, которого... Ничего страшного, он уже достаточно прославился. Ну, все хорошо. Уже даже все... Господин Аксенов, глава Крыма, предложил... Да, я знаю. Как вы относитесь к этому предложению? Есть ли в нем рациональное зерно? А то все-то на хихинах Я не могу привести лагерную присказку сталинской эпохи по этому поводу, хотя даже Солженицын в архипелаге ГУЛАГ ее цитирует, правда, заменяя непечатное слово. Но сводится ее смысл к тому, что пока тебя не заставили, тебя не заставили, ты не делай встречных, неприличных телодвижений. Я думаю, что господин Аксенов хотел продемонстрировать свою лояльность президенту Российской Федерации и сказать о нем что-нибудь приятное. Потому что, если пару лет назад сказал же Володин, уважаемый, известный человек, влиятельный, на изборском клубе есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет Россия. Вот слова известные. Значит, продолжаю эту мысль, конечно, чтобы была Россия, нужно, чтобы был Путин, несменяемый президент, если нельзя, чтобы монарх. Я бы не относился к этим словам всерьез. Раньше в советской армии говорили не по части подхалимажа, а по части дальнейшего продвижения по службе. Я думаю, что этим высказывание господина Аксенова ограничивается. Ну вот продолжая тоже высказывание господина Аксенова, он там же сказал, что западная демократия, которая больше похожа на вседозволенность, для России не подходит. И меня как-то очень зацепила эта западная демократия, которая то же самое, что вседозволенность. Имеется ли в виду здесь вседозволенность это право на оппозицию, на свободу слова, на свободные СМИ? У вас как-то отзывается такое высказывание? В чем-то? Вы можете согласиться? Не он первый, не он последний. Знаете, вот года два-три как в моду вошло слово гибридный, применительно к политическим процессам. Также к слову война. Да, 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 Так вот, на Западе сейчас, пожалуй, гибридная демократия. Ползучая революция, левая, происходила на Западе примерно полвека. И сейчас политические вершины, все СМИ, захвачены левыми. И эти левые категорически топчут любую оппозицию, навешивая на нее любые ярлыки. Причем, поскольку уже третье поколение подрастает в этих условиях, они искренне убеждены. То есть, вот французский культурный атташе может говорить, что Марина Липен это же фашистка, мы боимся, что она придет. То есть, это наглая ложь, это дикая лицемерие, это совершенное незнание или ложь намеренная. Но в общем и целом это уничтожение своей страны, потому что от части западная демократия с ее независимыми судами, с ее независимой прессой. Пресса немножко перестала быть независимой, она дает только одну точку зрения. Суды, ну как-то вот суды. Ну объективность, ну как вам сказать, если мигрант ударил европейца, то ему это чаще всего сойдет с рук. Если европейц ударил мигранта, закатают по верхней части статьи, по верхнему обрезу, понимаете. Что касается вседозволенности, здоровый человек, который может работать, не имеет права получать пособие. Он заявляет, что ему не нравится копать столбы для ям. Пускай не жрет. Не хочет работать, пускай не жрет. Пускай живет на помойке. Пускай будет депортирован за 101 километр. Что это за паразитизм, понимаете. А там уже тоже несколько поколений социальщиков, 10-13% народу делать ничего не хотят. Что касается всего в сфере секса, ну, ребят, конечно, крепко перехлестнули. То есть, ребят считают, что никакой мороли в области сексуальных отношений не должно быть вообще. Или они спрашивают о суде, кто? Нет. Дозволено абсолютно все, чего совершеннолетние люди хотят по обоюдному согласию, что доставляет им удовольствие. И не только никто не имеет права их осуждать, но и они должны пользоваться тем же уважением, что все остальные. Но есть только вот одна ограничительная стенка. Если такую демократию жестко критикуют представители исламских диаспор и кругов, вот им можно, когда мусульманский имам говорит, а что касается мужеложцев, сбрасывайте их с крыш, говорю я вам, нормально продолжает жить, получать пособие. Если это не приведи бог, скажет европеец, хана, он сядет лет на 10, не меньше. Так что демократия относительно, и то, что я говорил про рубеж 20 века, про то, что государственное устройство, это отражение ментальности, характера, истории народа. Россия не совсем Европа в плане истории, ментальности и так далее. и перенос полностью западноевропейской демократической модели на российскую почву кончился чудовищным воровством, чудовищной неэффективностью экономики, чудовищным раскрадыванием, разбазариванием государственных богатств и нищетой большей части, большей части богатейшей огромной страны. Вот когда вы об этом говорили, я у вас так и не спросил, большая ошибка. И все-таки, опираясь на нашу ментальность, наш исторический опыт, какая форма правления вообще нам более подходит, как вы считаете? По какому пути нам двигаться? Я думаю, что через, условно говоря, двухлетний организационный период правления жесткого, абсолютно планового, нацеленного на выведение страны из действительно кризиса, на переход построения нормальной страны, вот тогда уже к демократии, абсолютно прозрачной для народа и контролируемой народными представителями. Вот не той демократии, когда хоть леваки, хоть казнокрады захватили все СМИ. У них одни, у нас другие. Ха-ха. А когда это отвечает истинным потребностям. Западная демократия сейчас этим вещам не отвечает, кроме того, что идеального демократического строя, конечно, никогда, нигде не было. Всегда были свои нюансы, всегда были карьеристы, были душкурники, были лжицы, были ретрограды, все были. Жизнь это сплошная борьба, и люди умирают со шпагами в руках, сказал Вольтер. Но как выйти из этих нескольких лет тоталитаризма в демократию? Не захочет же режим? Я не сказал тоталитаризм, вот какая вы склонная к каким-то радикальным формулировкам. Но вы говорите жестко. Объясняю. Чем отличается организованный, цивилизованный человек, который способен построить цивилизацию, допустим, кроманенец, от туземца из дебри другого континента. Если кроманенец, очень условно говоря, садится на берегу пруда ловить рыбу. И ловить придется три дня и терпеть. То он будет три дня ловить и терпеть. Если он знает, что сейчас у него мяса дофига, за три дня не сожрешь всей семьей. Но он идет на охоту, потому что впереди голодная зима. И он делает стабилизационный фон. на всю жизнь. То есть он планирует свое будущее. Он живет в мире прогнозов. Так вот, нужно планировать свое будущее, чего в России после 91-го года не было никогда. Люди, которые воровали, встали у власти, им не нужны перспективы, им нужно украсть как можно больше. Все. Так вот, сначала... В времена жесткого лидерства ничего не меняли. Одна секундочка. Вы что имеете в виду? Сталинскую эпоху или что? В том числе. Ты и сейчас, я бы сказала, что у нас довольно жесткий лидер во главе страны. Что вы говорите? Ну, не сравним со Сталином. У товарища Сталина планирование было будьте нате. Другое дело, что было конечной целью, но с планированием было все в порядке. Перспектива у страны была. Она, правда, многим не нравилась, если бы они узнали. И так вот, сначала говорится друг с другом, ребята, мы что хотим построить? Каким образом? Как вы думаете? Какому году нам удастся наладить то-то, то-то, то-то? Как это строительство коммунизма к 89-му. Погодите, погодите, погодите. И значит, в течение вот этой пары лет нам нужно сделать то-то, то-то и то-то. То есть, мы будем хорошо жить, когда мы дойдем до замечательной зоны степей, ручьев и лесов. Но сейчас нам нужно пройти через пустыню. С питьем будет плохо. Но, Михаил Иосифович... Такой будет плохо. Но сейчас нам нужно два месяца на переход через пустыню. Вот сейчас Центр Стратегических Разработок планирует вот такую долгосрочную стратегию готовит Россия 18-24-35. Говорят, сейчас будет плохо, потом будет лучше через столько-то лет. Давайте работать. Почему демократия не работает? Почему нам нужен какой-то супер-жёсткий лидер? Я что-то... Одна секундочка. Во-первых, я ничего не говорил о супер-жёстком лидере. Вы в плену какой-то собственной конструкции. Ну что вы? Вот у вас есть какая-то конструкция? В эту конструкцию вы поместили условный образ меня и с ним дискутируете. Вы начали с того, что людей надо отстреливать, потому что кто-то сказал, что он виновен. Как вы думаете, есть разница между словом людей и словом преступников против человечества? Пока это не доказано, что это преступник против человечества как бы... Доказано. Доказано, доказано. Михаил Иванович, я хочу... Но мы уходим от вопроса. И мои коллеги, что всё-таки это жанр соло, здесь спикер вы, а не мы. Да нет. Михаил Иванович, а можно я вас спрошу? Вот о чём. Ответить-то можно? Да. Я не знаю, чего они там напланировали. Я знаю, что если Менделеев сказал топить нефтью, всё равно, что топить ассигнациями, то Сталин сказал, кто торгует ископаемыми, тот торгует Родиной. Сейчас мы успешно превратились в державу третьего мира, торгующие сырьём и как дикари на морском берегу, уповающие на то, что подорожает нефть. Всё, что можно, выгоняется за бугор, и всё, что можно, пускается, понимаете ли, на роскошь верхнему сословию. Ну что вы в самом деле? Я не верю в эти выкладки Центра стратегических исследований. Они не сами по себе. Они ходят под волосатой лапой. Есть мнение, что в целом мировая демократия, я скажу так неосторожно, мировая демократия, демократия в мире переживает серьёзные изменения. Вот господин Сорос высказывается о назначении Трампа следующим образом, что если даже США, ведущая демократия мира, избрали своим президентом мошенника и потенциального диктатора, то демократия переживает серьёзный кризис. Господин Штанмайер говорит, что старый мир с избранием Трампа это вот точно он ушёл в прошлое. Каким будет новый мир, неизвестно. У вас есть ощущение, что да, действительно то, что называлось демократией в 20 веке и в нулевые части десятых годов утрачивает свои смыслы с изменениями, случившимися в мире в прошлом году? Ну, начнём с того, что господин Сорос биржевой спекулянт и он паразитирует на мировой финансовой системе. Кроме того, что он пожертвовал изрядные суммы на благотворительность во многих странах, в том числе в России, он ничего полезного не делает. Он пиявка, которая высасывает деньги из того, что создано умом и руками других. Это первое. Второе. Что касается демократии, переломной точкой был 1968 год, год студенческих революций, революции Иисуса, революции ЛСД, революции студенческой и так далее, и так далее. После этого леваки стали распрямляться в полный рост и демократия к 2000 году демократии перестала быть. Потому что левые социалисты, которые, повторяю, захватили командные высоты, высоты идеологические, высоты информационные, подавляли всеми мысливыми способами какую бы то ни была оппозицию, а далее они перешли к идеологическому обеспечению самоуничтожения своей цивилизации. Когда-то Гюст Конт сказал простую вещь. Демография это судьба. Как только у вас рождаемость падает ниже 2,15 на женщину среднестатистическую, так ваш народ начинает исчезать. Рождаемость сейчас практически во всех христианских странах гораздо ниже. Что касается теории мультикультурности, это тема отдельной лекции. Поскольку социалисты остались без пролетариата, исчез пролетариат, им нужно было найти какой-то угнетенный класс. Туда поместили сексуальные меньшинства, религиозные меньшинства, национально-расовые меньшинства и сказали, что теперь они главные. То есть сегодня у нас на глазах размывается европейская идентичность, людям запрещают самозащиту. Вот все истории в Германии, в Голландии показали государственный закон, законный, законодательный запрет на самозащиту. И вот эти люди, которые сейчас говорят, придет Трамп, вот эти люди, они на самом деле самоуничтожители, потому что вы возьмете всю программу Трампа, вы не найдете там ни одного пункта, который заслуживает осуждения, ни одного. И когда говорят, что негодяй, он пытался ввести ограничения на иммиграцию людей, исповедующих ислам, то есть это же ограничение по религии. Нет, это не ограничение по религии, это ограничение по иной культурной идентичности, потому что нынешняя исламская иммиграция в западные страны отличается тем, что приезжают не люди, которые хотят стать американцами или стать англичанами или стать немцами, приходят люди, которые с собой в своем мировоззрении, в своей душе, в своих привычках привозят с собой ту помойку, которая превратила в разоренное стреляющее дерьмо их страны. Они это все везут с собой и говорят, да, мы такие, и вы должны к нам привыкать. А теперь содержите нас и создайте нам условия, а мы время от времени будем совершать преступления ненависти, будем вас взрывать. Заметьте, сколько было терактов, совершенных исламскими радикалистами, и практически никогда они не были выданы мусульманами. Практически никогда ни имам, ни община не встали и не сказали. Мы осуждаем этого подонка. Если мы еще узнаем о подобном случае, то мы первые доставим его в полицию. Этот человек позор нашего народа и нашего всего. Нифига подобного. Если не поддерживают, то молчаливо сочувствуют. В последнее время все части все-таки представители религии говорят, что они не поддерживают какие-то экстремистские выходки и террористические акты. Тут я все-таки с вами бы немного поспорила. А с чем спорить-то? Возьмите все теракты в Европе, ну и как? Для спора у нас, к сожалению, нет времени. Михаил Васильевич, последний вопрос, просьба ответить коротко, если вообще такое возможно. Что с нами будет в будущем? Давайте возьмем пять лет. Что через пять лет? Что нам нужно сделать, наша стала лучше? Я думаю, что, во-первых, необходима, конечно, срочная политическая реформа, которая является необходимым условием экономической реформы. И это неизбежно должно сопровождаться реформой кадровой. Иначе ничего хорошего быть не может. Иначе в течение пяти лет нас могут ждать и вспышки насилия, развал страны, истощение экономического потенциала, бегство высоких лиц государства за границу, все что угодно. Не очень оптимистический прогноз. это абсолютно пессимистический прогноз. Вот в этой самой книжке, которая вышла пять лет назад и называется «Срок для президента» есть моя 12-страничная программа реорганизации страны и государства, которая так и называется «Декабрьские тезисы». Это было после событий декабря 2011 года. Где говорится в четырех десятых пунктов и о судебной реформе, и о банковской реформе, необходимость налоговой реформы, необходимость кадровой реформы, все это по пунктам, все это кратко и конкретно. Все это было опубликовано общим тиражом около ста тысяч экземпляров, а кроме того разошлось в интернете, считая зеркала, ну тоже 1200, практического отзвука никакого. Вся вода ушла в песок. Походили, помитинговали и разошлись. Ничего не могу поделать, ничем не могу помочь. Что ж, у нас в гостях был писатель и философ Михаил Верин. Продолжение следует...